11.07 в Кирове. Программа дневной разворот в эфире. В студии Дарьи Топузлеева. Анна Лапшина. Всем доброго утра. Работаем сегодня два часа, как обычно. Два часа в прямом эфире. 211-101. Номер телефона для ваших звонков. 8-909-720-101. Номер телефона для ваших смс, сообщений в Вайбере и в Ватсапе. Обсуждать мы сегодня, конечно же, будем митинг, который был в Кирове 23 января, в минувшую субботу. И после 12 часов... Править ситуацию. Если спина здорова... Москва к нам включилась, да, если спина здорова. После 12 часов будем набирать коллег из других городов России. Попробуем составить такую картинку. Где и что было. Где было похоже на Киров, а где было совсем не похоже. Ну, а пока с кировскими экспертами будем беседовать. Постараемся подключить тех, кто был в качестве наблюдателя, и тех, кто следил за происходящим, через социальные сети. Постараемся выяснить, были ли несовершеннолетние и в каком количестве на этом мероприятии. Потому что перед стартом вот этого митинга, за несколько дней до него, было много предупреждений о том, что детям, школьникам не следует ходить на эту акцию, потому что акция не согласована. Олег Ткачев с нами на связи. Член общественной палаты Кировской области, руководитель Центра поддержки НКО. Олег, добрый день. Добрый день. Да, Олег, правильно ли я понимаю, что вы следили за акцией? Да, я крикально следил за акцией, смотрел, что происходит, видел немного фотографий, видео самих участников. Как вам кажется, вот эта вот история с тем, что расходятся очень данные по количеству участников, это показатель чего? То есть, изначально я видела сообщение о том, что было 200-300 человек. По оценке участников, ну, до 5000 доходило. Мне кажется, что 5000, конечно, не было, но и 200 человек это тоже слишком мало. Ну, сообщение о 200-300 человек, они были в самом начале акции. То есть, потом людей заметно прибавилось. Мне кажется, что было там около тысячи, может быть, полутора тысяч человек. Ну, как-то так. Вместе с тем, это была одна из самых массовых акций, там, со времен, я не знаю, там, 2011 года. Вот 2011-2012 годы, как раз те митинги, которые были, так называемое «белое движение», да? Когда мы ходили с белыми шариками и белыми ленточками, в Москве в том числе и в Кирове тоже. Да. С этими событиями мы сравниваем? Примерно так и даже больше, чем было тогда. То есть, за последние несколько лет это получилось беспрецедентное событие. То есть, столько много людей не выходило. Можно ли было ожидать, что выйдет такое количество, учитывая, что, ну, с той поры ужесточилось законодательство о митингах, как я понимаю, да? Есть определенная ответственность для людей, которые выходят на несогласованные акции, не только организуют их, но и выходят уже? Можно было предположить, что выйдет больше, чем обычно. А обычно у нас на разные мероприятия, ну, такой, в рутинной жизни, там, 5-10, там, максимум 50 человек. То есть, можно было предположить, что выйдет больше, но было, конечно, ну, очень впечатляюще. Но такое количество участников в Кирове именно для вас стало неожиданностью? Ну, отчасти да. То есть, посмотреть на Киров, который там вышел, дорогого стоит. Олег, а как думаете, почему такая разница получилась между городами во взаимоотношениях, скажем так, полиции и протестующих, митингующих? Я так думаю, что это локальное решение, там, сотрудников правоохранительных органов. То есть, кто-то был, рассчитывал так, кто-то так. То есть, по ходу дела принимали решения, какие могли принимать. То есть, в каждом конкретном регионе решение принималось на месте? То есть, на местном уровне это решение принималось? Да, мне кажется, что решение принималось на местном уровне, но общая установка, видимо, что без, как можно, ну, сгладить какие-то острые углы. То есть, не было такого, ну, насколько я понимаю, не было такого прямого приказа всех сразу и всех убрать любой ценой. Я должна сказать, что я звонила сегодня с утра в наше ОМВД и просила выйти тоже с нами на связь. Ну, вот не комментируют тему, прислужбы, как минимум, не комментируют. То есть, хотела задать им тоже вопрос. Они сами приняли решение вести себя так, достаточно корректно вела себя полиция? Да, полиция вела себя достаточно корректно. Мне кажется, что, и отчасти я вижу по другим городам, где полиция не сорвалась в выдержанное задержание и там какие-то силовые действия. Мне кажется, что все-таки появилась какая-то новая стратегия по отношению правоохранительных органов к выходящим на улицы. Мне кажется, что во время мероприятия перестали проводить силовые задержания, но вместе с тем после мероприятия, и это, наверное, будет тоже новым для нас. Вот сейчас у них идет работа идентифицировать людей, пришедших, и как можно большее количество, видимо, получат впоследствии административные дела. В других городах мы слышим уже уголовные дела по перекрытию транспортных магистралей. Ну, то есть все, что могут квалифицировать, будут квалифицировать. То есть постфактум не во время, реакция правоохранительной системы не во время мероприятия, а уже после, в юридическом правовом плане. То есть если участники акции, пришедшие туда, вдруг потом получат какие-то штрафы административные, ну, посмотрим, как к этому люди отнесутся. Это вы сейчас говорите о том, что если, например, эта акция будет не единственной, да, и вот эта вот повестка протестная, она сохранится и будут и дальше призывать на какие-то мероприятия, то участников может быть меньше? Пока еще непонятно. Это новая тактика. Это новая тактика в отношении новых людей. С 2011 года выросло там чуть ли не целое поколение тех, кто еще не был на публичных мероприятиях. То есть молодых людей достаточно много было. Я не скажу, что это были школьники. Слава богу, школьники, там, откровенные, там, дети, там, или воздержались, или, ну, не стали мешаться под ногами более взрослых. То есть, в принципе, люди были достаточно взрослые для того, чтобы выражать свою позицию. И вели себя достаточно, ну, я бы сказал, держа, мирно. Воспитанно, да? Школьники полиции, да, тоже вели себя мирно. Но когда эта молодежь и там взрослые люди в массовом порядке будут получать административные штрафы, вот, все равно последует какая-то реакция. Кого-то, может быть, это напугает. Кого-то, может быть, наоборот, придаст некого азарта. Я не знаю, как сейчас люди к этому отнесутся. Видимо, разные люди отнесутся по-разному. Кто-то более скромные, может быть, и испугаются. Кого-то, может быть, это еще больше раз задурит. Да, Олег, у меня еще один вопрос. Он касается, ну, вот тоже последствий митингов вот этих прошедших, но таких в правовом поле, что называется, да. Как вам кажется, вырастет ли политическая активность кировчан после этого события, учитывая, что 2021 год – это год выборов? То есть, увидим ли мы больше интерес, скажем так, к происходящему? Выборы в законодательное собрание у нас будут, выборы в Государственную Думу. Увидим ли мы большее количество людей, которые желают поработать наблюдателями на этих выборах и использовать этот инструмент, скажем так, для выражения своего мнения? Я думаю, что события последних дней, вообще вся эта история с обвинением президента в воровстве, история с посадкой человека, который обвинул президента Алексея Навального. История с организацией вот этих протестных мероприятий, это очень сильно политизирует. И любые протестные настроения, они там не могут не вызывать какие-то эмоции. В соцсетях часть людей говорят, что там все правильно власть делает, не надо никого слушать. То есть, другая часть общества говорит, что нет, вы уже очень сильно утомили своей такой позицией. Это, вот эти события, они не оставляют никого равнодушными. То есть, человек вольно или невольно становится на какую-то сторону. И единственным значимым аргументом что-то изменить или оставить, став на какую-то сторону, это потом прийти, все-таки воспользоваться инструментами в выборах, законными инструментами. И, собственно говоря, логика протестных акций, она именно подталкивает людей именно к тому. Именно для этого протестные мероприятия задумываются, чтобы подтолкнуть людей, вести себя активно, не сидеть дома и использовать любые доступные возможные рычаги для того, чтобы выразить свою позицию и что-то изменить. В том числе, самый легальный механизм – это через механизм выборов. Я не уверен, конечно, что все 100% участников этих мероприятий пойдут именно записываться в наблюдатели или пойдут кандидатами. Но, конечно, сейчас формируются мощнейшие группы поддержки, которые каким-то образом сыграют на ближайших выборах. Сейчас у политических сил тоже хороший такой, да, есть задел, что называется, хорошая база. Смотря на каких. То есть вся вот эта энергия протеста, она работает больше на оппозиционной партии. То есть те люди, те политические организации, которым люди могут доверять, от которых видели, слышали, может быть, что-то в том контексте протестуют они или одобряют действия власти. Я сомневаюсь, что вся эта история прибавит сторонников партии «Извиняя России». Ну да, прежде всего об оппозиции. Да. А оппозиция, да, сколько-то в какой-то форме люди сейчас будут выбирать, кому присоединиться, не присоединиться, кому доверять, кому не доверять. И здесь, кстати говоря, очень сильно проявляется такая вещь. Люди перестают доверять системным партиям. То есть, ну, то, как по закону партии регистрируются, ведут свою деятельность. Те партии, которые есть, которые уже допущены к организации, люди все меньше и меньше доверяют именно этим политическим организациям. Люди хотят видеть какое-то более простое, более прямое участие в политической деятельности. И люди понимают, что через систему существующих политических партий вряд ли удастся донести свой голос куда-то. Спасибо. Олег Ткачев, член общественной палаты Кировской области, руководитель Центра поддержки НКО. Прошу прощения, у нас время просто ограничено. Олег, с Олегом прощаемся. Олег, до свидания. К следующим нашим просто экспертам сейчас переходим. Ну вот Олег сказал, что откровенных школьников на акции не было. Хотя я в социальных сетях просто видела, да, не от сторонников акций, а скорее от противников. Вот эти вот фотографии несовершеннолетних, якобы участников, которые куда-то двигаются, там что-то кричат. У меня были на мероприятии друзья и знакомые. К сожалению, самой не получилось ходить в силу семейных обстоятельств. Молодежи было много, да. Но тут нужно понимать, что не всегда, особенно в маске, можно провести какой-то параллель между школьником и студентом первокурса. То есть это нужно отдавать в этом отчет, что человек, который тебе показался десятиклассником, вполне может учиться на втором курсе университета, ну и точно так же в обратную сторону. Визуально понять сложно, а откровенно вот детей прямо совсем не было. Потому что перед акцией я видела сообщения в социальных сетях, посмотрите на этих нехороших организаторов, которые там чуть ли не первоклассников привлекают к участию в акции. Вот по поводу того, что было много молодежи, на мой взгляд, это логично. И я не понимаю на самом деле, почему сейчас участие молодежи в протестных акциях вызывает некое отторжение у людей. Их постоянно гонят то учиться, то заняться делом, то еще чем-то. Но на секундочку мы с вами... Говорят, это не ваше дело. И это, кстати, тоже вопрос. Что значит не ваше дело? Как кто-то из федеральных спикеров сказал, мы с вами будем кормить червей, когда эти люди будут жить в этой стране. Ой, как это все... Ну, собственно, так и есть. Когда смотришь, как люди, которым там 50, 60-70 лет, обвиняют молодежь в том, что они выходят на протестные акции, хочется задать вопрос. Уважаемая, вы сколько планируете прожить еще 20 лет, 25, а этим людям жить еще по 60-70 лет в этой стране? Ну вот это, кстати, тоже такой вопрос. Мы сейчас, я думаю, что Владимир Шабардина, уполномоченного по правам ребенка, об этом спросим. А что делать тем родителям, чей ребенок заинтересовался, например, предстоящей акцией, пусть она несогласованной, и собирается на нее идти? Владимир Шабардин с нами на связи, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Владимир, добрый день. Добрый день. Да, скажите, пожалуйста, вот мы с Олегом Ткачевым сейчас говорили, Олег нам сказал, что молодежи было много, но школьников не было. Да, я слышал слова Олега. Я был на акции с самого начала до последней фактически минуты, когда уже в темноте было. Поэтому я могу подтвердить, что откровенных детей, вот то, о чем вы говорили, опасения, что будут там младшие школьники, школьники среднего возраста, там не было. То есть до начала акции было несколько несовершеннолетних. Полиция, как уже было сказано, предельно корректно вела себя все это время. Предельно корректно. Были сотрудники ПДН на месте, поговорили с ребятами, те ушли. В течение вот этого времени школьники появлялись, там по одному, по два человека. Но вот это, по их же словам, были моменты, нам интересно посмотреть. То есть они пришли поснимать и пришли посмотреть. Они не были внутри скопления людей, они не были близки к этому, сцены на театралке. С плакатами не стояли в поддержку Алексея Довальевна? Нет, конечно, с плакатами не стояли. При этом вот они приходили, фотографировали там у себя, выложили что-то и ушли. До этого было такое достаточно активное движение в родительском сообществе и в социальных сетях. К нам много человек обращалось, как раз давали ссылки о том, что якобы возможно будут призывать к участию детей. Мы, во-первых, посмотрели вот большие такие ссылки, которые шли на ТикТок, когда Кирова там не было в принципе изначально. Ну вот указано в списке городов, где, во сколько и как вот это вот такая массовая ссылка, которая была в ТикТоке. Поэтому говорить о том, что было массовые призывы к тому, чтобы дети выходили, не приходится. Ну и родительское сообщество, вот когда мы разговаривали, родители сами понимали, что, ну собственно говоря, лучше самих родителей объяснить другим родителям, наверное, не получится. Поэтому очень много родителей у себя там в классных чатах, в форумах, в родительских группах говорили, ну слушайте, вот возможны проблемы, возможно детей будут не то что уговаривать, будет какая-то информация. Дети сами не могут пока понять, что это, насколько это опасно, либо не опасно, либо чем это грозит последствия, что даже если ты придешь, посмотришь, тебя там задержат, и, собственно говоря, потом будет сложно объяснить, принимал ты участие, не принимал, либо просто здесь рядом постоял. Поэтому родители так достаточно активно в родительских своих сообществах общались. Еще раз хочу подтвердить, что вот когда задают вопросы, а было ли какое-то массовое участие детей, да, именно в числе участников, его не было. Я был там сам, вот с первой и до последней минуты этой акции. Владимир, а вот тот момент, да, о котором Аня в самом начале говорила по поводу того, что если, например, ребенок, старшеклассник, да, то есть проявляет все равно интерес, там интересуется политика, интересуется оппозиционными политиками, протестным каким-то движением. Да, в конце концов, у него одноклассники все собираются идти на подобную акцию, то есть вот не конкретно про 23 число, ну, бывают такие ситуации, согласитесь. Я просто знаю, что некоторые кировчане, да, мы сейчас не будем называть их имена, ну, вот, беседовала я, они приходили на акцию вместе со своими детьми. Нет, ну, вот родители же ходят, например, на концерты, да, на крупные с детьми, почему бы не сходить на политическую акцию? Куда деваться, если есть вот такое опасное событие, на которое ребенок собирается все-таки идти, ребенок, подросток? Смотрите, как бы, вот, давайте исходить из того, что согласовано, не согласовано. То есть если это не согласовано, мы понимаем с вами, что это нарушение требований закона. Все, то есть в этой ситуации, если родители пришли на мероприятие, там, со своими детьми, куда бы они ни пришли, они несут за них ответственность. Они в любом случае несут за них ответственность. Если это ребенок, если это маленький ребенок, учащиеся школы, мы, как родители, должны понимать, где находятся наши дети. Если они готовы нести за них ответственность, там, в полной мере, значит, они отдают себе отчет. А если они находятся в хороших отношениях со своими детьми, они всегда знают, где их дети и чем они занимаются. И это может быть их решение. То есть мы сейчас говорим только, вот сейчас, исключительно о моменте, там, легальности, либо нелегальности каких-то, да, согласованности, либо несогласованности. Мы знаем примеры участия в привлечении несовершеннолетних, мы об этом сейчас тоже достаточно много и с коллегами говорим, о том, что, собственно говоря, наверное, и определенные там политические течения не должны подавать пример привлечением детей в своих акциях. Я сейчас говорю, это не применительно к какой-то той или иной, а вообще в целом. То есть вот лозунг «Дети вне политики», он должен оставаться таким лозунгом всегда. Для всех сторон. Для всех сторон, для всех участников, для тех, кто сейчас идет куда-то, для тех, кто собирается там осенью куда-то идти и так далее, и так далее, и так далее. Давайте не будем вовлекать детей там в политику. Вот мы разговаривали с ребятами, которые там приходили и подходили, и там мы разговаривали вот эти единичные, да. То есть в 100% случаев это была ситуация, когда вот это не было связано вот этот выход там на театралку, допустим, да, с какими-то политическими мотивами или с какими-то протестными там вещами. А это была вот ситуация дословно там, вам сказали будет какая-то движуха, мы пришли, интересно посмотреть. То есть это вот какая-то движуха. При этом, ну вот еще раз, и вы сказали, и другие подтверждают, что ни одного там ребенка с плакатом у нас за это время не стояло. Спасибо большое, Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Будем следить за ситуацией. Я на самом деле очень надеюсь, что для тех детей, для тех студентов, которые выходили все-таки на акцию 23 числа и будут выходить и дальше, если будут протестные акции, не будет никаких последствий, не только правовых, скажем так, сколько последствий по их жизни, да, потому что грозили там отчислениями из вузов и чем только не. Когда начинают говорить о том, что люди принимают участие в несанкционированных акциях и сознательно... Несогласованных. Несогласованных. Нужно понимать, что в этой стране не бывает согласованных акций против действующей власти. Ну, бывает, но иногда. К сожалению, все меньше. И поэтому, то есть тут ты априори принимаешь участие всегда в несогласованной акции, потому что согласованной просто быть не может. То есть это та политическая ситуация, в которой мы сейчас находимся, и не существует этого согласованного митинга. Ну вот сейчас у Вадима Ананина, председателя отделения партии Парнас в Кировской области, который был на митинге в качестве наблюдателя, мы спросим. Вадим большой специалист, кстати, по согласованию и несогласованию, потому что довольно часто что-то пытается организовывать и чаще всего получает отказ. Вадим, добрый день. Да, добрый день. Да, Вадим, в качестве наблюдателя вы были на митинге, тоже подтверждаете, что детей, откровенно детей и школьников там не было? Я, да, не видел. То есть средний возраст это был от 20 до 30 где-то. То есть это молодые люди в основном, но достаточно уже сознательные. Ну да, да. Да, да, студенты или рабочие. Да, 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 да. Вадим, удалось ли, возможно, с кем-то из участников пообщаться? То есть что их привело? Это действительно сторонники Алексея Навального или противники действующего политического режима? Знаете, я, конечно, там никого не знаю. Все, кто рядом со мной стоял, они кричали лозунги «Путин вор», «Свободу Алексею Навальному». То есть то, что они уже готовы на такие политические лозунги, это, наверное, говорит уже о многом. Лично я, конечно, никого не спрашивала. Моя была задача наблюдать. Да, еще, Вадим, вот такой вопрос. У нас сейчас будет реклама по регламенту. Не отключайтесь, пожалуйста, мы вернемся к вам через полторы минуты, побудьте с нами на связи. Хорошо, хорошо. Дневной разворот продолжаем. Обсуждаем протестные акции, которые прошли накануне в Кирове. После 12 будем подключать другие города. На проводе у нас остается Вадим Ананин, председатель отделения Парнаса в Кировской области. Накануне был Вадим на митинге. В субботу. А, да, господи, сегодня же понедельник. В субботу, Вадим был в качестве наблюдателя. Да, Вадим, мы с предыдущим нашим спикером Владимиром Шабродиным, ополномоченным по правам ребенка в Кировской области, затронули эту тему того, что все меньше и меньше шансов принять участие в согласованной и разрешенной акции. Так или иначе, все больше запрещают их. По вашим ощущениям, вы человек, который довольно часто подает уведомления о той или иной акции. Это действительно так? Да, Анна, дело в том, что до 20 ноября согласовывали пикеты. То есть в количестве до 20-30 человек реально можно было согласовать пикет даже на театральной площади. В сентябре мы проводили там массовый пикет, вот приходило 50-60 человек, да. Но 20 ноября буквально я подал заявку, и мне тут же сначала согласовали, а потом сказали на основании того, что 20 ноября правительство какой-то новый указ ввело, что дописали, что там иные мероприятия запрещены с массовым участием этих людей, да. Это связано с коронавирусом? Да, 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 да. Это постановление правительства 122, и они каждый месяц там или через два месяца дополнение пишут, да. Вот. И 20 ноября они дополнили, добавили, что иные мероприятия, и я подавал уведомления на два человека. На два человека мне отказали проведение пикета, и даже на одиночный пикет я подавал у администрации правительства Кировской области. Мне и то отказали даже на одиночный пикет, ну, соответственно, с конструкцией, да. То есть я хотел поставить там куб, и мне запретили там ставить куб, и то есть вот о чем говорит. А когда люди выходят тысячами, и когда полиция не понимает, что делать, тогда проявляется, наверное, провокация со стороны кировских властей. То есть они провоцируют, наверное, вот на такие несогласованные акции. Вот мы их называем несогласованные, несанкционированные. Какие же они несогласованные, если это мирные акции, люди вышли без оружия на мирный протест. Нам не разрешают пикет провести на два человека. О чем речь сейчас говорить? Ну, то есть тут возникает изначальный вопрос, собственно, почему мирные акции нужно согласовывать. Кто провоцирует вот такие эти мероприятия? Почему нельзя вот было выйти нормальным пикетом провести? Да, к сожалению, вопрос все чаще в пустоту этот уходит, да, потому что никто на этот вопрос нам ответить не может. Только все штампуется и штампуется. Это может ответить власть. Новая законопроектность. На уровне губернатора или мэра, да, города Кирова. Будем спрашивать. Спасибо большое. Вадим Анонин, председатель отделения партии Парнаст в Кировской области, был с нами на связи. У нас остается 10 минут до конца эфира. Еще успеем, я думаю, набрать Дмитрия Русский. Да, так вот, чтобы было понятно по поводу согласованности мероприятий, если проводить параллели с другими странами, да, то есть, например, в большинстве штатов США, то есть по... что? Нет, нет, все хорошо, продолжай. Ты постоянно машешь вот так вот головой, мне кажется, что я что-то не то говорю или нужно замолчать. Все правильно. То есть в большинстве штатов на проведение некрупных акций подается только уведомление, то есть никакого там согласования, получать какой-то бумажки запечатенные не надо. То есть аналогичная ситуация в многих странах Европы, например, в Берлине, необходимо предупредить полицию за 48 часов до начала распространения информации о мероприятии. У нас же тоже подается уведомление, просто у нас чаще всего на это уведомление говорят нет. Нет, я имею в виду в том, что в многих странах никакого нет быть не может. То есть ты в характер проведения акций не носит... Ну, то есть акция не носит характер, ты попросил, и тебе сказали да или нет. То есть ты просто сказал, мы проводим мирные мероприятия вот здесь, здесь и там. Вот, и, соответственно, тебе изначально не может быть никакого нет, потому что это твое право. Право собраться, право выразить свою какую-то политическую позицию. Вот, поэтому изначально здесь, наверное, все упирается вот этот вопрос в том, что, когда мы говорим о том, что акции какие-то несогласованные, несанкционированные, митинги, собственно, вопрос-то в том, почему они несогласованные, почему они несанкционированные, несанкционированные кем. Поэтому, ну, потому что достаточно нелогично делать запрос к власти и говорить, власть, можно мы выйдем протестовать против тебя? Власть такая, да, конечно, выходите. То есть это изначально сама эта ситуация достаточно странная. Что касается других городов Насколько я понимаю Акция субботняя поставила рекорд По количеству задержанных Там более 3000 человек Называлось в целом по стране Понятно, что большая часть этих людей Это Москва и Петербург А крупные задержания, насколько я понимаю Были в Новосибирске В Новосибирске были крупные задержания Достаточно жестко действовали Тоже представители полиции Но вот это крупные города У нас на связи крупных городов Во втором части не будет Потому что понятно Там все немножко по-другому проходит Тот же соседний Нижний Новгород Взять 5000 человек участников По оценкам самих там Участников и организаторов В сравнении с Кировом Может быть не совсем корректно В крупных городах полиция действует жестче Хотя вот в Екатеринбурге Например, это, наверное, второй раз Когда разгоняют действительно акцию Потому что первый у них был Когда были протесты против строительства храма Вместо скверов в сквере И люди удивлялись, конечно, местные жители Тому, как себя ведет полиция Насколько жестко она себя ведет Потому что никогда ранее в Екатеринбурге Полиция по отношению к горожанам Себя так не вела Ну вот жаль, да, что не будет у нас полиции К сожалению, сегодня на проводе Мне вот просто интересно Было бы понятно То есть вот эта вот разница Между крупными городами И небольшими городами Да, вот в поведении полиции Она... Есть вот под ней какая-то основа В том плане, что в маленьком городе Все друг друга знают И вероятность того, что на акции Тебе придется применять силу В отношении каких-то знакомых людей В отношении соседа Она больше, да Родителя твоего, твоего Там, одноклассника, твоего сына Конечно, разумеется, да Люди всех друг друга знают И если бы эта история была Ну, скажем так, не по всей стране Повсеместно А в разных городах в разное время То, наверное, использовалась бы та практика О которой все говорят Но никто не подтверждает Когда разное отделение Точнее, разную полицию Из разных городов Увозят в другие регионы Да, меняются Совершенно верно Вот, возможно, это как-то Было бы использовано С другой стороны, еще раз Я за то, чтобы мирные акции Люди могли проводить Без препон каких-то со стороны власти Ну, и видишь, вот вроде бы Как показала практика Если, ну, по крайней мере Вот мне пока не встречались Да, сообщения О каких-то противоправных действиях В городах Где, ну, то есть Вот, условно говоря В Кирове полиция Не применяла Никаких силовых Никакого силового воздействия По отношению к людям Которые вышли на улицу А для Кирова, все равно Я считаю, их вышло немало То есть, все равно Как я понимаю Порядка тысячи человек там было Ну, где-то по оценкам По внешним там Да, признакам Где-то так Полиция не вела себя агрессивно И не вели себя агрессивно То есть, все разошлись с миром А это обоюдный процесс То есть, там достаточно Какого-то одного Вброшенного чего-то Да, кто-то кого-то Толкнул Кто-то кому-то Грубое слово сказал И все И понеслось Коллега, да, наш бывший Александр Рассохин Он как раз Работал от Коммерсантов Я смотрела у него В сторис, в инстаграме Как раз в гуще событий Они там с коллегами были Выкладывал много видео И говорил, что тоже Со стороны протестующих Были провокаторы И, судя по всему Большинство этих провокаторов Были из околофутбольной тусовки То есть, футбольные фадаты, да? Люди, которые традиционно Посещают подобные мероприятия И вступают в стычки с полицией Да, чтобы вступить в какую-то стычку Конечно, такие ситуации Тоже неприятны для людей Которые пришли на мирный митинг Когда ты понимаешь Что рядом люди Обказывают какие-то провокации Но здесь, я думаю, прекрасным Так, я надеюсь Я сейчас ни на какое уголовное дело Не договорю Я думаю, здесь прекрасным примером Наверное, для людей Выходящих на протестные акции Будет Беларусь Где люди, митингующие Умудряются в течение уже Я уже не помню, сколько времени Несколько месяцев Несколько месяцев И они обходятся Мирными митингами Никто никого не провоцирует То есть агрессия идет Только со стороны Правоохранительных органов Там на самом деле были, конечно Примеры, может быть, единичные В массе, я имею в виду Для страны, которая находится В условиях В тех, в которых она находится В течение уже многих месяцев И это, между прочим Вот та опасность Которую предупреждают Когда говорят об участии Несовершеннолетних Или молодежи Потому что Ну, понятно, да Если вдруг начнется Действительно жесткий Такой разгон митинга И если пострадают дети То есть все шансы У правоохранительных органов И у властей Того или иного региона На следующую такую акцию Получить уже участие родителей Которые выйдут за детей Мониторила я социальные сети То есть коллеги выкладывали Информацию о митинге Люди комментировали ее Конечно, вот по ощущениям Большинство людей Прям очень негативно отзываются О тех, кто присутствовал На митинге И, конечно Серьезно, это в Кирове, да? В Кирове, да И основной Мне кажется, нужно это В конституцию уже внести Просто всем успокоиться Вот эти вот Девяностые А, понятно, да Что сейчас снова наступят девяностые На митинге вышли те Кто не жил в девяностые Господи Да сейчас не то, что не девяностые Уже даже не 2010-е Успокойтесь Забудьте Эти девяностые Как страшный сон Просто мне кажется Что здесь разница поколений Конечно, очень велика Потому что те люди Которые сейчас выходят на митинги Они либо только родились В то время еще Либо они еще даже не родились Они выходят на митинги Разумеется, они этого не помнят Они это не проходили И на них вот эта вот страшилка Не хотим, как в девяностые Она не работает как раз Ну, слушай, вот я Ну, сколько-то пожила в девяностых На меня она тоже не работает Ну, ты вот в сознательном возрасте В девяностые находилась На тебя работает Тем не менее, мы не были взрослыми Я не была взрослой И у меня тогда не стояла задача Кормить семью И думать, чем накормить детей Как у наших родителей Ну, вот у моих родителей стояло И тем не менее То есть я все равно наблюдаю Изменения политических настроений Своих родителей с годами То есть если раньше они, в принципе, Поддерживали политический курс То сейчас уже нет Нет на сто процентов И уже никакими девяностыми Их не испугать Потому что они смотрят интернет Смотрят разные СМИ Сравнивают информацию Анализируют и понимают, что происходит К сожалению, да Так и есть Давайте сейчас сделаем перерыв На тематические программы И новости В начале первого Мы вернемся Будем набирать другие города Дмитрий Русский, к сожалению Не вышел с нами на связь Надеюсь, что в ближайшие дни Мы его услышим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok